К сожалению, дым баталии рассеялся за покерными столами Монте-Карвен. Но теперь у нас с вами есть возможность разобрать самые яркие и интересные раздачи с прошедшей Тритон серии. Всем привет! Это Дима Даутин. Это очередной разбор. Погнали! Так, у нас турнир по 200 тысяч долларов. Сколько? По 200 тысяч долларов. Финальный стол. Да ты шо, охуел, блядь! 7 человек в игре. Есть любитель за столом. И раздача начинается с открытия Дэна Смита с котов по Супой Король 2 Мастевые в большой блайнд Федора Хольца. У Дэна здесь порядка 60 блайндов, у Хольца 36. Обратите внимание, что Дэнчик открылся чуть увеличенным сайзом. И во всех симуляциях, которые я смотрел, 9.4 находится на границе кола. Напомню, что за столом есть два меньших стека, 26 ББ и 30 ББ. И против сайза 2.2 кол выглядит уже весьма сомнительно. Уже весьма сомнительно. Но Федор принял решение защититься, и мы смотрим флоп. Следует стандартная ставка, около 30%. И у Федора здесь решение между рейзом и колом. Федор выбирает более пассивную линию и играет просто кол. Что ж, давайте посмотрим, что предлагает нам делать машина на флопе. По традиции начнем с чип EW. Машина ставит порядка 67%. Смотрим, как в чип EW защищается солвер против такой ставки. Он рейзит порядка 15% и делает это он с двумя парами, с этами хорошими топ-парами. Миксую это все флэш-дро, гэдшотами, руками формата 5.4.6.5. И БДФД, это руки формата КР6, ТУ6, КР5 с бубовым королем, ТУС4. И фолд всего 33% у нас на флопе. В ЭЦМе же, когда катов покрывает ББ, машина начинает тоже более агрессивнее играть. И проставляет 85% своего рейнжа. В ЭЦМе же фолд чуть побольше, 36% и машина рейзит в 10% случаев. Делает это он также с хорошими двумя парами. Топ-пары только от ТУСДА мы начинаем рейзить. Ну и такое же количество дров, какие-то флэш-дро, гэдшоты тоже 6.5.5.4. И БДФД, КР5, КР6. То есть, те же самые категории рук, только чуть с меньшим весом, чем в чип ЕВ. Что ж, давайте переходить к ТЁРну. По ТЁРну выходит девятка, которая дает пару Фёдору. И второе флэш-дро к флопу. Дэнчик выбирает порядка 65%. Ну стандартный 2 трети. И у Фёдора решение между колом и пушом. Скорее всего, оптимально здесь будет просто сыграть кол. И Фёдор действительно выбирает кол. Давайте посмотрим, как рекомендует машина отыгрывать нам на ТЁРне. Что ж, давайте посмотрим, какие категории рук хочет машина использовать. За большой сайз мы видим, что машина использует хорошие две пары. Оверпары, часть топ-пар. Причем топ-пары с плохим кикером. Она хочет сыграть гораздо охотнее за больший сайз. Слабые аиксы тоже уводят с какой-то частотой в большие сайзы. Король хай, гэдшоты. Ну то есть перераспределяет свои сайзы между большим и малым равномерно. То есть в большом сайзе и малом сайзе у неё есть все группы рук из блеф категории. Малый сайз в основном создаётся для группы рук, скажем, вторые сильные, вторые пары. Типа рук формата Туз 9, Король 9, десятки уязвимые. И то, что очень сильно блочит спектр продолжения, спектр кола с флопа. Ну, рука формата Дама 7 очень сильно блочила спектр продолжения кола на флопе и потерну то же самое. Поэтому уводится в такой сайз две трети. В ВЦМе же мы видим, что машина склоняется к ставке полпота. Если посмотреть более внимательно, с какими категориями рук она хочет это делать, то мы видим, что это слабые топ-пары. Десятки вольт и уже с меньшим весом мы проставляем в ВЦМ, чем в ЧПЕВ. Ну и также хорошая вторая пара Туз 9, Король 9. Всё это уводится в сайз полпота. За большой же сайз, ну, примерно та же самая картина, что и в ЧПЕВ была. Такие же группы рук хотят проставлять. Ну, оверпары, хорошие топ-пары, саты, гэдшоты, флэш-дро. Тут ещё очень интересный момент. Против большой ставки машина пушит только очень сильные руки. Ну, две пары, и то не всем весом. И какие-то комбо-дрова. Валет 10, валет 8 бубовые, 10-8. Совсем хорошие. Руку с флэш-дро, как у Фёдора в раздаче, мы просто предпочитаем играть колом. Причём разница между колом и пушом, ну, достаточно такая существенная. По риверу уходит валет, и Дэн ставит алым, оказывая существенное давление на руки формата 7х, 3х, 9х, флэш-дро. И у Фёдора тут непростое решение. Фёдор выкидывает, и Дэн в конце показывает блеф двойку крестовую. Как же машина рекомендует нам играть по риверу? Чип ЕВ. Валюбеты начинаются от хорошей топ-пары, и ставим мы порядка 73%. При этом начинаем блефовать какую-то часть АХ. При этом кол у ББ начинается, низ диапазона кола начинается от каких-то девяток с хорошими блокерами к стриту. Топ-пары тут все колятся. В ЦМе же мы видим, что валюбет начинается от оверпар, и то с каким-то весом. Топ-пары здесь не валюбетятся. При этом кол, низ диапазона кола у ББ, это какие-то хорошие третьи пары с блокером к стриту. Король 9, 10-9, туз 9, чая. Причем не все топ-пары колятся, часть топ-пар выкидывается. Кстати, рука Федора с каким-то весом здесь должна колиться. Что ж, давайте подведем какие-то итоги, которые мы могли подчеркнуть из этой раздачи. Во-первых, в ЦМе мы не можем так широко вылюбетить, как это делает машина в чип ЕВ. Во-вторых, спектр кола сужается по риверу, и мы выкидываем большую часть топ-пар без кикера. В-третьих, чтобы облегчить себе жизнь по риверу, потернув против некоторых типов игроков, у которых второй баррель больше 60-70%, который проставляет все свои гэдшоты, флэш-дро, мы можем пушить в них руки формата пара плюс флэш-дро, чтобы не принимать сложных решений на ривере. Вот такой вот получился разбор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!